Всем привет! Агрокраина Днепропетровск. Сегодня хочу вам показать нюансы по радиаторам на трактор ЮМЗ. Буквально где-то год назад появились в Украине радиаторы, такой упрощенной бюджетной версии с уменьшенным верхним бачком. Значит, с правой стороны у нас идет стандартный бак, который должен ставиться на ЮМЗ. С левой стороны, видите, он идет сильно меньше. Это вот, так скажем, уменьшенная версия. Соответственно, он идет дешевле. И появились в продаже эти радиаторы с уменьшенным бачком. Цена, конечно же, была на них приятная. Много кто их покупал. Многие продавцы, кто их продавал, даже не знали, что там уменьшенный бак. Людей не предупреждали об этом. В общем, люди понакупали. Теперь со временем надо их ремонтировать, менять бачки и так далее. И столкнулись с тем, что у них не стандартный бак, а уменьшенный. И под такой нужно покупать именно вот такой вот необычный. Он идет дешевле. Цена приятная. Стоит гривен 300, по-моему, стальной. Вот. Ну, давайте вот посмотрим поближе на него. Не знаю, хорошо это или плохо, что он такой маленький. Многим, кому вот мы предлагаем, мы всегда людям говорим, что есть такое, есть такое. Сами выбирайте. Ну, вот как-то неохотно, честно сказать, берут именно с уменьшенным баком. Потому что он сильно-сильно меньше. Вот я сейчас два положу и вы сравните. Он по размеру, наверное, как нижний бак на UMZ. Вот видите, насколько он меньше. И тут даже я заметил, сейчас вот внимательно посмотрел его, и что даже сам патрубок, под патрубок выход, тоже идет уменьшенный. Ну, во-первых, здесь он, видите, смотрит вниз на стандартном варианте. В уменьшенном он просто вот так вот приварен, видите, как тоже не очень качественно. И идет ровный. И по диаметру он здесь меньше, чем здесь. Не знаю, так на камере вам сложно показать, чтобы вы это заметили, но можете поверить мне на слово. Поэтому при выборе радиатора уточняйте, уже сейчас надо уточнять, какой это будет радиатор. Стандартный или с уменьшенным баком. Также при выборе бачков можно клюнуть как бы на приятную цену, там 300 грн за стальной. В итоге вам придет вот такой вот бак, он на вашу сердцевину родную. Да, или стандартную не станет. То есть это вам придет, вы довольны, что сэкономили, пришло, приехали домой и смотрите, что не подходит менять, высылать, целое дело. А многие продавцы, я же еще раз повторюсь, даже не знают то, что он уменьшенный. Людям об этом не говорят, соответственно, люди как бы заказывая не понимают, что такое им чудо придет. Вот, по бачкам стандартным у нас есть все варианты. Есть пластик, сталь, медь, латунь. Также есть медь, также есть латунный аналог, есть оригинал оренбургский. Ну, соответственно, там и цена разная. Вот, мы рекомендуем всем ставить как бы стандартные варианты. Потому что, мне кажется, то, что заводом было как бы просчитано и сделано, мне кажется, оно должно работать точно лучше, чем вот такие вот упрощения, удешевления. Видите, уже были радиаторы, значит, с завода латунные, начали их удешевлять, делать алюминиевые. Алюминиевые. Теперь алюминиевые тоже людям дорого, давайте что-то придумаем. Давайте уменьшим бачок верхний уже, сделаем его в два раза меньше, еще дешевле будет людям. Ну, то есть, я не знаю, стоит ли гнаться за таким вот удешевлением или все-таки лучше немножко там или подкопить или что и взять уже как бы нормальный радиатор, бачок, сердцевину и так далее. Есть также сердцевины стандартные, есть уменьшенные, ну, в общем, вы поняли, да? Кому было интересно, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш вайбер, сообщество в инстаграм, ссылочки будут в описании, время от времени скидывать на что-то интересное. И всем спасибо за внимание.